Музыка Нашему отделению функциональной диагностики исполняется 50 лет. В 1972 году в сентябре вместе с открытием нового корпуса Республиканской больницы открылись многие отделения, в том числе и наше отделение функциональной диагностики. В те времена, конечно, было мало обследований, электрокардиография, спирография, такие обследования делали. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Три раза обычно дышим, третий раз, максимально глубокий вдох и выдох. Сейчас начинаем. Вдох, выдох, вдох, выдох. Транскраниальный доплерограф. Тут выявляем скорости кровотока. У данного пациента патологии не видим, скорости в пределах возрастной нормы. Все хорошо. Тоже мы недавно внедрили это исследование. Тут тоже электрическая активность мышц, нервов. Вот смотрим больным. Это в основном тут приходят больные с неврологическим отделением номер два. Тот аппарат, который мы смотрели, это электрическая активность головного мозга. Центральная нервная система смотрим. А тут действительно смотрим тех больных, которые из патологии периферической нервной системы. Со временем, конечно, улучшение материально-технической базы. У нас очень много стало исследований. Данное исследование называется УЗИ сердца или эхокардиография. Здесь мы можем увидеть сердце в реальном времени с помощью ультразвука. Аппарат у нас, ультразвуковой аппарат Philips. Один из лучших аппаратов в исследовании, в ультразвуковом исследовании сердца. Здесь проводится электроэнцефалография. Это тоже один из таких сложных методов неврологии. В основном выявляется эпилепсия, выявляет изменение биоэлектрической активности головного мозга. В последнее время очень часто используется для кандидатов водителей и для водителей категории БЭЦ. Немного тесновато, но вполне комфортно. С открытием этого корпуса нашему отделению функциональной диагностики оборудование к нам поступило. И много площадей. Площадями, конечно, проблемы всегда были. А тут, получается, больные и медработники, и врачи очень довольны обследованиями. Остается только нехватка у нас врачей, нехватка медсестер. В этом терапевтическом корпусе проводится эхокардиография, то есть УЗИ сердца. Пульмонология, кардиологическое отделение номер 2, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и другие патологии сердца, которые действительно хроническими больными. А в главном корпусе лежат больные острым коронарным синдромом, то есть инфарктом, острым инфарктом, и поэтому там такая ургентная служба. А тут в основном, конечно, те больные, которые постоянно годами наблюдаются у кардиологов. А в этом аппарате мы смотрим дуплексные сканирования, но мы их видим, эти сосуды. Прямо дуплекс сканирования. Это значит, мы то же самое, как мы сосуды сердца смотрим, тут сосуды головного мозга мы смотрим и также параметры выявляем скорости. Тут новое оборудование с фигмографией, тут же белая эргометия, такие обследования тоже делаем. По стандарту, какие обследования нашей службы, нашей отделению, все мы делаем в достаточном уровне. Недавно мы получили новое оборудование, белый эргометр и treadmill test. Мы на белый эргометре проводим тестирование на нагрузку и выявляем у пациентов стенокардию, положительную или отрицательную. По этому корпусу, адресу 6.1, тут у нас тоже кабинеты пирографии, электрокардиографии, эхокардиографии, электромиографии. И электроэнцефалографии. Тут в нашем корпусе в основном проходят амбулаторные больные. Поздравляю своих коллег с 50-летним юбилеем отделения функциональной диагностики. Желаю всем творческих успехов, здоровья, всего-всего самого наилучшего. Поздравляем! Ура!